А к мельтянникам по вашему ездил? К мельтянникам ездил. Так, к мельтянникам. Все-таки я здесь вырос и родился. С этими ребятами я здесь, как говорится, с земли ездил. Не то, что если вы знаете, прекрасно знаете, что сюда приехала команда. Это вспомнилась одна из сильнейших команд в истории. Он вообще разработчик. Харьков и девушек, да. Когда вы вот эти, знаете... Это не мне эфиры, это просто беседа. Пожалуйста, проходите. Я хотел. Да, когда... Обосновь, когда он начал своей стороной. Помоги. Хороший. И я уже. Рука. Хорошо? Конечно. Хорошо. 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 Если учитель высшей категории получает 70 тысяч тенге, шахтер Караганды получает 150 тысяч тенге. Узенский преподаватель получает те же 70 тысяч тенге, а узенский университет получает 350 тысяч тенге. То есть вот здесь есть определенная социальная энергия. Вот это самая большая проблема. Понимаете? Сейчас я... Вот государство что делает? С 1 июля поднимает зарплату бюджетникам на 30%. Базар был. Рынок. Рынок ориентируется на зарплатных тенге. Если бюджет поднялся, рынок может даже не подниматься. Допустим, если зарплатный тенг будет стоять, ну, 300 тысяч хорошо. Бюджет в этом году поднялся, в следующем году поднимется, в 13-м году поднимется, а рынок подниматься не будет. Понимаете? Мы будем подходить сюда. Вот это социальное неравенство, оно будет уменьшаться. Она будет такой же, как в Караганде, допустим. В Карагане 150, вот у них вот такая разница между бюджетником и шахтером. А у нас между бюджетником и нефтяником большая разница. И вот это называется социальное неравенство. Кто-то, допустим, ревностно относится к тому, что у него сосед нефтяник, лексус купил, а у меня учитель ратует за то, чтобы хотя бы, ну, вы сами понимаете. Поэтому вот здесь у нас есть обыдренное неравенство. Тем более у нас город молодой, дети растут, а дети, молодежь, это они очень тяжело воспринимают на самом деле. А вот когда тебе, допустим, дочка говорит, вот у нее то-то, а у нее то-то, самая большая проблема рождается из детей. А так, в принципе, тому же учителю, если у него никто ничего не просит, он может прожить на эти 70 тысяч, может прожить. Но когда ее дочка хочет тоже, что ее дочка нефтяника, здесь начинаются уже конфликты. Конфликты отцов и людей. И вот это разрождается вот в эти проблемы. В следующий раз могу поинтересоваться постановлением о возбуждении с этим делом. Материал руководителем и коллективом. Это бывает в любых коллективах, например, даже в государственных органах. Есть, как Жанна Томина. Что там было социальное воздействие? Часто. Ахтоноке лежат. Сегодня, сегодня, сегодня мы обещаем, завтра скорее всего. 13 процентов работников не выходят на работу ежедневно. То есть, явно незаконно. Еще в Трудовом кодексе прописано, что на особо опасных производствах вообще в любом случае будет признаваться за выступкой незаконной. То есть, она у нас сейчас проходит нецивилизованно. Еще сопряжена с акцией протеста голодовкой, которая тоже считается нецивилизованным методом. Что же касается их требований, мы рекомендовали, за 10 дней, когда к нам они обратились, подайте в суд. Подайте в суд. Признайте действия незаконными. Давайте через суд работать. И они отказались подавать. Здесь практика порочная такая сложилась. Все свои проблемы решают путем остановки производства. И они отказались. Но другие работники, они с теми же требованиями обратились в суд. Суд, естественно, вынес решение, рассмотрел это по существу исковое заявление. Именно те требования, которые они выдвигают, 6 требований в начале было, все были изучены судом. И эти все требования признаны незаконными. То есть, отклонили удовлетворение. Даже они не обжаловали это судебное постановление. Если работники не были бы согласны, они же могли бы обжаловать в течение 15 дней. И суд второй инстанции, Верховную суду потом рассматривал бы, если они не согласны с этим. Здесь идет просто, часть голодует, обеяло голодовку. Часть стоит, не выходит на работу. Они действительно голодуют? 35 дней? Ну, я просто советовался с медиками. Ну, конечно, полностью стопроцентно здесь по голодовку говорить, речи здесь нет, потому что это нереально уже. Уже сегодня сколько? 45, да? 40 дней почти. Это нереально. Но они все равно, у них там дискомфортные, дискомфортные условия. Все-таки на воздухе. Питание, если даже есть, наверное, не такое полноценное. Как нормальные люди, они питаются, наверное, прячутся, наверное, кушают. Публично они кушают, спокойно не могут покушать. Но все равно дискомфорт сами себе создают. Вы, конечно, к ним часто ходили, это никакого толка не принесло. Объясняли. Сами себе, зачем вот это? Сами себе хуже делать. А вот действительно ли